Не боялся ли ты ехать черновцы в Украину, да, и вот знаешь, что ты переводишь русский язык? Ну, я не боялся, но во всяком случае, я спросил Герта Фергнера, который здесь был, что тут происходит, ну, ты никогда не знаешь. Я сказал, что все тихо, и поэтому я вообще не боялся, но у нас, я в таком круге переводчиков русского, для них, конечно, вся эта ситуация очень важна, потому что они постоянно езжают в Россию и так далее, и они спорят там с русскими друзьями, и между нами у нас очень дикие споры были. То есть то, что сейчас происходит в русском обществе, что даже среди семьи не разговаривают друг с другом иногда, это у нас в этом круге переводчиков тоже было как будто. Хотя они, в конечном счете, более расслаблены. Я считаю, что они вообще, то есть те, которые до этого не очень хорошо, как бы, любили друг друга, они вот сейчас просто это, как бы, окончательно... То есть это скорее вопрос менталитета, чем политический, мне показалось уже. Но у нас были очень больные дискуссии, и постоянно послали друг другу ссылки, чтобы подтверждать свое точное зрение. Поэтому у меня очень много информации со всех сторон, с русских и эмигрантов из Украины. Я, например, знаю Женя, фамилия Беларусис, да? Да. Вы все знаете ее, наверное. И она сейчас очень известная в Германии, потому что ее пригласили в разных дискуссиях по телевидению. И я был с ней в таком мастер-классе переводчиков пять лет назад, недалеко от Москвы. И от нее тоже много знали, что здесь произошло. Поэтому у меня действительно очень много информации, но никакой информации не мог как бы проверить. Поэтому мне тоже интересно было, ну, хоть... Ну, это, конечно, здесь уже особенная ситуация, но хоть чуть-чуть узнать на самом деле на месте, а не только из газет и эти книги. А что вообще говорят в Германии о этой ситуации? Это очень сложная дискуссия, потому что есть три, в принципе, группы разные. Есть сейчас очень большая, ну, не такая большая, но как бы растающая группа еврокритиков на право страны. Они абсолютно прорусские. Есть левые, как бы, которые не прорусские, но до такой степени антиамериканские, что в результате тоже прорусские, что очень глупо, по-моему. То есть с ними я вообще больше не хочу иметь никакие связи, они абсолютно группы, по-моему. И есть середины, которые вообще практически ничего не знают. То есть такая странная ситуация, что, в принципе, те, которые немного знают, у них очень странные взгляды, а те, которые не знают, у них, в принципе, хорошие взгляды, но они очень мало знают. Поэтому дискуссии были очень странные и сложные, потому что только постепенно люди узнали, что вообще происходит. И потом, вот сначала все были проукраинские абсолютно, потом узнали, что как будто все фашисты там, потом все вот нет, это тоже плохо, потом узнали, что это пропаганда кремовская, и постоянно вот туда и туда. Поэтому...